Итак, дорогие студенты, сегодня наша лекция номер 6. Тема лекции «Алгоритм криптографического преобразования данных ГОСТ 2814789». Аннотация этой лекции посвящена отечественному стандарту на облочный алгоритм шифрования. В лекции подробно рассматривается структура ГОСТ 2814789, а также режимы шифрования данных с использованием алгоритма криптографического преобразования данных ГОСТ 2814789. Цель лекции «Изучение блочного алгоритма шифрования по ГОСТу 2814789». Литература «Басалова ГФ. Основа криптографии Тулы. Издательство Тульского государственного университета 2009 года. С. Бернетт, СПН, криптография официального руководства РСА Секьюрити М. Бином 2007 года. В. В. Ященко, введение в криптографию 2000 года. В. Зубов. А. Ю. Криптографический метод защиты информации. Совершенные шрифты М. Гелиос 2005 года. В. Коблиц. Н. Курс теории чисел и криптографии. Научные издательства этого года 2001 года. В. Лапонина О. Р. Основа сетевой безопасности. В. Криптографический алгоритм и протоколы взаимодействия М. Интернет. Информ. Технологии 2005 года. В. Легин М. Криптография. Без секретов руководства пользователя М. Новый издательский дом 2005 года. В. Основные сведения в ближнем зарубежье, то есть в России, в качестве стандарта на бочный алгоритм шифрования с закрытым ключом в 1989 году был принят ГОСТ 28147-89. Он рекомендуется к использованию для криптографической защиты данных. Шифр, предлагаемый ГОСТ 28147-89, построен по тем же принципам, что и американский ДЭС. Однако по сравнению с ДЭС, отечественный стандарт шифрования более удобен для программной реализации. В отличие от американского ДЭСа, в отечественном стандарте применяется более длинный ключ 256 бит. Кроме того, российский стандарт предлагает использовать 32 раунда шифрования, тогда как ДЭС только 16. Таким образом, основные параметры алгоритма криптографического преобразования данных ГОСТ 28147-89 следующие. Размер блока составляет 64 бита, а размер ключа от 156 бит, количество раундов 32. Алгоритм представляет собой классическую сеть фейштеля. Шифруемый блок данных разбивается на две одинаковые части, правую R и левую L. Правая часть складывается с подключением раунда и посредством некоторого алгоритма шифрует левую часть. Перед следующим раундом левая и правая части меняются местами. Такая структура позволяет использовать один и тот же алгоритм как для шифрования, так и для дешифрования блока. В алгоритме шифрования используется следующая операция. Сложение слов по модулю 232, циклический сдвиг слова влево на указанное число бит, побитовое сложение по модулю 2, замена по таблице. На различных шагах алгоритмов ГОСТа данные, которыми они оперируют, интерпретируются и используются различным образом. В некоторых случаях элементы данных обрабатываются как массивы независимых битов, в других случаях как целое число без знака, и в третьих как имеющий структуру сложный элемент, состоящий из нескольких более простых элементов. Структура раунда ГОСТ 2814789. Структура одного раунда приведена на рисунке 5.1. Шифруемый блок данных разбивается на две части, которые затем обрабатываются как отдельные 32-битовые целые числа без знака. Сначала правая половина блока и под ключ раунда складываются по модулю 2, 32 степени. Затем производится поблочная подстановка. 32-битовые значения, полученные на предыдущем шаге, обозначим его S. Интерпретируется как массив из 8-ми 4-битовых блоков кода. С равное S0 до S7. Далее, значение каждого из 8-ми блоков заменяется на новое, которое выбирается по таблице взамен следующим образом. Значение блока S.IT заменяется на S.IT по порядку элемент нумеруется с нуля. Итого узла замен, то есть Итой строки таблицы взамен нумеруются также с нуля. Другими словами, в качестве замены для значения блока выбирается элемент с номером строки равным номеру заменяемого блока и номером столбца равным значению заменяемого блока, как 4-битового целого неотрицательного числа. В каждой строке таблицы взамен записаны числа от нуля до пятнадцати в произвольном порядке, без повторения. Значение элементов таблицы взамен взяты от нуля до пятнадцати, так как в 4-битах, которые подвергаются постановке, может быть записано целое число без знака в диапазоне от нуля до пятнадцати. Например, первая строка S-блока может содержать какие значения 5, 8, 1, 13, 10, 3, 4, 2, 14, 15, 15, 13, 7, 6, 0, 1, 11. В этом случае значение блока S0, 4 младших бита 32-разрядного числа S заменится на число. Стоящее на позиции номер, который равен значению заменяемого блока. Если S0 равен нулю, то оно заменится на 5. Если S0 равен единице, то оно заменится на 8. И так далее. После выполнения постановки все 4-битовые блоки снова объединяются в единое 32-битное слово, которое зацемп циклически сдвигается на 11 бит влево. Наконец, с помощью побитовой операции сумма по модулю 2 результаты объединяются с левой половиной, вследствие чего получается новая правая половина R и T. Новая левая часть L и T берется равной младшей части преобразуемого блока L и T равен R и T минус 1. Полученное значение преобразуемого блока рассматривается как результат выполнения одного раунда алгоритма шифрования. Процедуры шифрования и расшифрования. ГОСТ 2814789 является блочным шифром, поэтому преобразование данных осуществляется блоками в так называемых базовых циклах. Базовые циклы заключаются в многократном выполнении для блока данных основного раунда, рассмотренного нами ранее, с использованием разных элементов ключа и отличаются друг от друга порядком использования ключевых элементов. В каждом раунде используется один из 8 важных 32-разрядных подключей. Рассмотрим процесс создания подключей раунда. В ГОСТ эта процедура очень проста, особенно это сравнение с ДЭС. 256-битный ключ К разбивается на 8 32-битных подключей, обозначаемых К0, К1, К2, К3 до К7. Алгоритм включает 32 раунда, поэтому каждый подключ при шифровании используется в 4 раундах с последовательностью, представленной в таблице 1. Процедура шифрования и расшифрования Процесс расшифрования производится по тому же алгоритму, что и шифрование. Единственное отличие заключается в порядке использования подключей К и Т. При расшифровании подключей должны быть использованы в обратном порядке, а именно, как указано на таблице 2. Основные режимы шифрования ГОСТ 28147-89 предусматривает следующие режимы шифрования данных простая замена гомирования, гомирование с обратной связью и один дополнительный режим выработки и метаставки. В любом из этих режимов данные обрабатываются блоками по 64 бита, на которые разбивается шифруемый массив. Именно поэтому ГОСТ 28147-89 относится к блочным шифрам. В режимах гомирования есть возможность обработки неполного блока данных размером меньше 8 байт, что существенно при шифровании массивов данных с произвольным размером, который может быть не кратным 8 байтом. Режим простой замены. Этот режим использования блочного шифра, аналогично рассмотренному в лекции 4 режиму простой блочной замены. В этом режиме каждый блок исходных данных шифруется независимо от остальных блоков с применением одного и того же ключа шифрования. Особенностью этого режима является то, что одинаковые блоки исходного текста преобразуется в одинаковый шифротекст. Поэтому ГОСТ 28147-89 рекомендует использовать режим простой замены только для шифрования ключей. Режимы гомирования и гомирования с обратной связью могут использоваться для шифрования данных произвольного размера. В режиме гомирования биты исходного текста складываются по модулю 2 с гаммой, которая вырабатывается с помощью алгоритма шифрования по ГОСТ. То есть алгоритм шифрования по ГОСТ 28147-87 в данном режиме используется в качестве генератора в 64 разнообразных блоках гаммы. При шифровании каждого нового блока данных гамма, использованная на предыдущем шаге, зашифровывается и используется уже как новая гамма. В качестве начального массива данных, шифруемых, для получения самой первой гаммы используется так называемая синхропосылка. 24-разрядный начальный блок данных, который должен быть одинаковым на шифруемой и расшифровывающей стороне. Благодаря тому, что наложение и снятие гамма осуществляется при помощи одной и той же операции сложения по модулю 2, алгоритмы зашифрования и расшифрования в режиме гаммирования совпадают. Так как все элементы гаммы различны для реальных шифруемых массивов, то результат зашифрования даже двух одинаковых блоков в одном массиве данных будет различным. Кроме того, хотя элементы гаммы и вырабатываются одинаковыми порциями в 64 бита, использовать может и часть такого блока с размером, равным размеру шифруемого блока. Именно это дает возможность шифрования неполных блоков данных. Режим гаммирования с обратной связью похож на режим гаммирования и отличается от него только способом выработки элементов гаммы. При гаммировании с обратной связью очередной 64-битный элемент гаммы вырабатывается как результат преобразования по базовому циклу алгоритма ГОС 2814789 предыдущего блока зашифрованных данных. Для зашифрования первого блока массива данных элемент гаммы вырабатывается как результат преобразования по тому же циклу цифров посылки. Этим достигается зацепление блоков. Каждый блок шифротекста в этом режиме зависит от соответствующего и всех предыдущих блоков открытого текста. Поэтому данный режим иногда называется гаммированием с зацеплением блоков. Настойкость шифров фактов зацепления блоков не оказывает никакого влияния. Для решения задачи обнаружения искажения в зашифрованном массиве данных в ГОСТе ГОСТе 2814789 предусмотрен дополнительный режим криптографического преобразования выработки, выработка и метасоставки. Метасоставка – это контрольная комбинация, зависящая от открытых данных и секретной ключевой информации. Целью использования и метасоставки является обнаружение всех случайных или преднамеренных изменений в массиве информации. В режиме выработки и метасоставки выходной текст обрабатывается блоками следующим образом. Как видите, ниже формула для всех и от 1 до N. Где F – базовый цикл по ГОСТу X – это 64-разрядный блок исходного текста К-ключ. В качестве и метасоставки берется часть блока YN, полученного на выходе блоч на 32 его младших бита. Таким образом, словомышленник, не владея ключом шифрования, не может вычислить метасоставку для заданного открытого массива информации, а также подобрать открытые данные под заданную им отоставку. Отличие алгоритмов шифрования по ГОСТ и ДЕСТ Несмотря на то, что алгоритм, изложенный по ГОСТу 2847-89, проектировался достаточно давно, в него заложен достаточный запас по надежности. Это связано прежде всего с большой длиной ключа шифрования. Как известно, разработчики современных криптосистем придерживаются принципами, что секретность зашифрованных сообщений должна определяться секретностью ключа. Это значит, что даже если сам алгоритм шифрования известен криптоаналитику, тот тем не менее не должен иметь возможности расшифровать сообщение, если не располагает соответствующим ключом. Все классические блочные шифры, в том числе ДЕСТ и ГОСТ 2847-89, соответствуют этому принципу и спроектированы таким образом, чтобы не было пути вскрыть их более эффективным способом, чем полным перебором по всему ключевому пространству, то есть по всем возможным значениям ключа. Ясно, что стойкость таких шифров определяется размером используемого в них ключа. В шифре, реализуемом в ГОСТ 2847-89, используется 256-битовый ключ, и объем ключевого пространства составляет 2 в степени 256, даже если, как и в алгоритмы шифрования ДЕСТ и АС, предложить, что на взлом шифра брошены все силы вычислительного комплекса с возможностью перебора 10 на 12 степени, это примерно равно 2 в степени 40 ключей в 1 секунду, то на полный перебор всех 2 в степени 256 ключей потребуется 2 в 216 секунд. Это время составляет более миллиарда лет. К уже отмеченным отличиям между алгоритмом ДЕСТ и ГОСТ 2847-89 можно добавить также следующее. В основном раунде ДЕСТ применяются нерегулярные перестановки исходного сообщения. В ГОСТ 2847 используется 11-битный циклический сдвиг влево. Последняя операция гораздо удобнее для программной реализации, однако перестановка ДЕСТ увеличивает лавинный эффект. В ГОСТ 2847 изменение одного входного бита влияет на 1 4-битовый блок при замене в одном раунде, который затем влияет на 2 4-битовых блока следующего раунда, 3 блока следующего и так далее. В ГОСТ 2847 требуется 8 раундов, прежде чем изменение одного входного бита повлияет на каждый бит результата. ДЕСТ для этого нужно только 5 раундов. Также следует отметить, что в отличие от ДЭС у ГОСТ 2847-89 таблицу замен для выполнения операции постановки можно произвольно изменять, то есть таблица замен является дополнительным 512-битовым ключом. Итак, принят ГОСТ 2847-89 и рекомендуемым к использованию для криптографической защиты данных. ГОСТ 2847-89 является булочным шифром с закрытым ключом. Основные параметры алгоритма ГОСТ 2847-89 следующее. Размер блока 64 бита, размер ключа 256 битов, количество раундов 32. Алгоритм представляет собой классическую сеть фейштеля. Рекомендованные режимы использования простая замена, гоммирование, гоммирование с обратной связью и режим выработки ими достатки. Итак, дорогие студенты, ответьте, пожалуйста, на вопросы для самопроверки. Для каких целей может использоваться алгоритм криптографического преобразования данных по ГОСТу 2847-89? Перечислите основные параметры алгоритма симметричного шифрования по ГОСТу. Какие операции используются в булочном алгоритме шифрования по ГОСТу? Каковы основные отличия алгоритма шифрования по ГОСТу от алгоритма ДЭС? Какая информация, помимо секретного ключа, при условии использования стандартных алгоритмов ГОСТ 2847-89 необходима для шифрования сообщений? В каких режимах может производиться шифрование данных с помощью алгоритма криптографического преобразования по ГОСТу? Что такое метаставка? Для каких целей может быть использована и метаставка? Спасибо за внимание. Продолжение следует...